Тогда 8 минут шума. А в конце, что самое главное, реклама тура. Ты придумал. World Tour. Так, что было этой ночью? 8 минут шума или очень крутого диса, который, как многие мне написали в личке, просто похоронили карьеру Моргенштерна. Конечно, сегодня мы вместе с вами, как всегда, пройдемся с обзором быстро по этому дису. Узнаем все самые горячие и интересные отсылочки, а их там очень много. Узнаем, как на это отреагировал Кизару и сам Морген. Поговорим про возрождение Версуса и еще многое другое мы обязательно сегодня обсудим. Так что смотрите это видео до конца. Итак, название трека это The Story of Alisher. И с этого уже начинается интересное. Как мы помним, Морген обыграл название трека Мирона, кто убил Марка, и назвал свой диск как Я убил Марка. Отсылочка на Мирона, да? Окси в свою же очередь делает отсылку на Запад, а именно к такому артисту как Пуша Ти, который записал диск на Дрейка под названием The Story of Adidon. Что является историей про то, что мол у Дрейка есть дочь от парнозвезды под именем Адонис. И в названии Пуша как бы сочетают слова Адидас и Адонис. Но это так к истории, чтобы вы понимали, с чем Окси вообще вдохновляется. Ведь это неспроста, так как пока Морген на протяжении всего диса копировал Окси Мирона, делает ссылки на клип, кто убил Марка, Я Хейтер и так далее. Окси в своих же ответочке делает референсы на старое творчество Эминема. С вот этими комедийными кадрами, с костюмами супергероев, ну а также копается в мусорке, будто бы в голове Алишера. Чем собственно и начинается клип. Да, он рассматривает Моргена под лупой в платье, да и в целом здесь создается впечатление, мол кто кого переиграет в плане клоунады. Только если Морген смеялся над образами Окси, обыгрывая их в клипе, то здесь Мирон наконец-то решил посмеяться сам над собой, примерив очень много скинов. Это гламурный Окси, Окси еврей, Окси Дима Бамберг, помните, дай его фотку в платье. Это Окси, который не боится ковыряться в мусорке, это Окси Мирон из Лондона, ну и еще один скин, это Окси Мирон крутой рэпер как Морген с цепями и телочками. Короче здесь, во-первых, впервые Мирон сам над собой насмехается, показывая себя в платье, показывая жопу и то как он себе наяривает. Ну а у меня возникает вопрос, окей, ты решил ответить Алишеру его же оружием и показать как мол все это комично выглядит, ну чтобы не быть душнилой. Ну и конечно здесь легкость не только в видео, но и в панчах, потому что они поверхностные, местами кринжовые и даже и простые. Но я помню, многие писали под моим разбором диса от Моргенштерна, мол там нет ничего нового. Хотя панч про двух голубых кроватей, это реально что-то новое. Да, я его не понял, это рассказал уже Слава КПСС, но это была реально новая инфа. Но я не знаю зачем вы ищете что-то новое, это дисы, не обязательно можно что-то найти в человеке, можно даже обыграть его просто личность, то что на поверхности, интересно и весело. Поэтому у меня вопрос, а что было нового в дисе Оксимирона, кроме того, что он надел платье. Поэтому давайте это узнаем. Но перед этим я хочу, чтобы вы еще узнали, где можно купить самые крутые кроссовки по доступным ценам. И это конечно магазин Hustle.shop. Если хочешь стильно одеваться и при этом не переплачивать, тогда рекомендую годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf У Hustle в обойме более 3000 кроссовок и все это в наличии. Редкие и эксклюзивные модели, которые ты не увидишь в обычных магазинах, а материалы качества не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для моих подписчиков действует промокод в тренде, дающий скидку аж 30%. Поэтому не переплачивай в других магазинах, а покупай на Hustle.rf по самым вкусным ценам. Переходи и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Как я уже говорил, название трека это отсылка на диск Дрейка от Пуша Ти. Причем здесь есть строчка, которая отсылает нас также к этому исполнителю и треку. Я новый Пуша Ти к черту. Сик-сик-сик. Тик-тик-тик. How much time he got that man is. Сик-сик-сик. Там Пуша Ти говорит, что он как дьявол. Сик-сик-сик. Три шестерки. Да. Здесь же Окси читает о татухе Моргена и говорит, мол, сведи свои шестерки и набей три икса. То есть лого Оксимирона. Также диск еще является отсылкой на Эминема. Помимо клипа, многие куплеты начинаются с фразы «Давай поговорим про…» И это отсылочка на трек «Kill Shot» от Эмма, который является диском на Машинган Келли. Где также Маршалл очень часто начинал свои куплеты с фразу «Now let's talk about…» То есть «Давай поговорим про…» Плюс есть еще одна отсылка на Эминема. Это строчка про трек «Стэн». Это легендарный хит Эмма, где он рассказывает историю про фаната, который писал письма исполнителю, но не получал ответа, из-за чего решил покончить с собой. И здесь есть строчка «Твой дис» – это любовное письмо Морген Стэн. Ведь реально в своем дисе Алишер часто восхвалял Мирона и говорил, что он его фанат. Прикольная отсылка, прикольный панч, что также еще раз обыграл Окси, только уже другими строчками. И кинул в конец отсылку на Горгород. Мол, тебе нужен Марк, чтобы получился маркетинг. Марк, кто убил Марка, я убил Марка. Короче, вы понимаете суть. Также здесь есть отсылочка на тейпа, скрипа и фейса в этих строчках. Здесь Мирон говорит о том, что Морген – это тупо собирательный образ без своего стиля. Добиваясь смешным панчем, мол, тебе сказали «Будь собой», а ты такой «Окей, де референс». Ну, мол, окей, покажите, кого мне скопировать. Ведь Алишер часто берет строчки других рэперов и их переделывает. Ну, вспомним даже крайний альбом, где были отсылки на Rockstar, Post Malone, Pop Smoke'а. А в треке 12, например, была отсылка на трек Мирона «То густо, то пусто». Также здесь есть еще отсылочки на Кизару, и их две. Первая отсылка – это где Мирон обыграл то, что Морген фанат Олега, и то, что Кизару, как и мама Моргена, убежали от проблем с властью РФ в Барселону. Это смешно, это прикольно, но самый крутой патч для меня здесь – это строчка про белый шум, где Мирон говорит, что альбомы Алишера в провале, потому что в топ-10 года есть альбом Мирона, есть Бандана, а Моргена нет, что является ответом на Дица Алишера, где он говорил о том, что Мирона нет в чартах. Но самое крутое не это, а то, что потом Мирон говорит, хотя нет, ты тоже есть в топ-10 среди лучших друзей, то есть Кизару и Экси Мирона, ведь твой рэп – это белый шум для детей. Кто не знал, в топ-10 чарта Apple Music есть альбом под названием «Белый шум для сна детей», куда входит 5 треков, под которые можно укладывать детей спать. И он в чартах весь год в топ-10, да. И здесь Мирон как бы насмехается над Моргеном, что, мол, его песни такие же пустые и сделаны на коленке, как и тот белый шум для детей. Классный панч, я его запомнил. Плюс еще есть отсылочка на рэперов и индустрию – это упоминание Фидука. Да, где-то года два назад Федя говорил у себя в истории в Инстаграме, что лучше будет бомжевать, чем запишет Фид с Моргеном. Ну, услышите, вы никогда, даже если, б***ь, я бомжом буду, не услышите вы такой совместочки. Это цитата Фидука, который сказал, что даже когда буду бомжар, я трек не сделаю с Моргенштерном. Как ты отреагировал? Он посмеялся. Ну, типа, это, знаешь, так выглядит? Нет, никогда, я никогда с ним не сделаю, даже бомжом буду, никогда, нет, нет, я с этим, никогда. Причем просто нельзя сказать, типа, будет Фид с Моргенштерном? Нет. И это Мирон также обыграл тем, что, мол, уважение старших стало идеей фикс для Моргена. Он хотел с ними сотрудничать, но они его не уважают. Такие рэперы, как Фидук, Кизар, Окси, Мирон, понятное дело и так далее. Но зато были фиты с такими старичками, как Тимати и АК-47. Над чем Мирон порофлил, мол, что это не респектово в рэпе. А затем круто обыграл своими словами, что Нарку перепало лишь Кока и Сода. Ну, понятное дело, это Фид с Клавой Кока и Содой Лав. И две последние отсылочки у нас к западным рэперам. Это Lil Pump и Smoke Perp, которые быстро хайпанули, но потеряли популярность. И Pop Smoke и Juice Vault, которые тоже быстро хайпанули, но, увы, покинули мир, оставшись легендами. И здесь Мирон предлагает Моргену то же самое. Типа выбирай, либо уходишь сейчас с легендой, либо твой хайп рано или поздно пропадет. Классные отсылки, местами жестко, местами смешно. Но давайте поговорим теперь в целом о самом Дисе. Да, Дис разбит на части. Первая часть это мультфильм про эго Моргенштерна, что, мол, он маленький мальчик, который требует к себе внимания. Но, увы, его эго настолько сильно раздулось, что оно уничтожило его. Кстати, этот монстр похож еще на монстра из Фаты Моргана. Плюс, также много раз Мирон здесь обыграл сам никнейм в Дисе. Мол, ты колючка. Ну, как выглядит Моргенштерн, я думаю, все вы знаете про оружие. Поэтому, вот почему раскрутили на цепи. Где Морген в жизни также раскручивается, да, и покупает себе все новые и новые цепи. Ну и строчка про утренние звезды, которые быстро гаснут. Да, Моргенштерн в переводе с немецкого это утренняя звезда. Ну, вроде бы банальные панчи, но прикольно, что Мирон все равно обыграл его никнейм. Не хочу никому давать копаться в своей голове. Не хочу, он супер. Боюсь, что раскопают. Я внушу. После того, как Мирон показал мультик про историю Моргенштерна, далее он начинает отвечать на Дис и говорить о том, что Морген фанат и сам же звал его почти на все альбомы и релизы. Плюс здесь еще обыграл историю Зора и 8 лет, где этот же Зора, чей символ буква Z получает по лицу в клипе. Так как только долбоебы могут поддерживать это. Третья часть про индивидуальность Моргена, о чем сам Мирон и сказал в начале. Где он обвинил его в плагиате всех и объяснил, почему никто из старичков не хочет с ним работать. Четвертая часть Диса уже лирика про одиночество рэпера и его окружение, которое Мирон называет фейковым и ненастоящим. И здесь мой любимый панч, это отсылка на трек «Далеко». Пятая часть Диса посвящена образу, где Мирон даже разделся специально и дрочил сам на себя в комнате, где были одни картины с Моргеном, что и обыграл в тексте. И в конце подвел к тому, что как бы он не старался одевать крутые вещи, дорогие цацки, все равно лучше от этого он не станет. Шестая часть рассказывает нам про популярность обоих артистов. И здесь лучший момент про белый шум, я уже о нем говорил. А также есть крутой панч про клип «Ойда» и «Бугатти», где Мирон в клипе катался на самокате, а Морген на «Бугатти». Но в итоге больше просмотров набрал как раз таки клип Мирона. И седьмая часть это про внутренний мир опять-таки Алишера. Очень крутая была вставка «Дилары» про то, что Морген впадает в депрессию от плохих цифр. И как раз таки этим хочет и зацепить здесь Мирон за живое, говоря о том, что стоит задуматься. Либо ты сейчас покидаешь мир и остаешься легендой, либо твой хайп спадает и освободится настоящий Алишер. Любимый панч, кстати, это отсылка на трек «Съел деда» из легендарной пыли. И это лишь малая часть панчей. Понятное дело, их там много, но я хотел показать вам просто свои самые любимые. А теперь давайте узнаем, как на это все вообще отреагировали рэперы. Ну, Кизару, как всегда, посмеялся над этим диссом, назвав Оксимирона гангстером. «Получается он диссера, я говорю». «Получается он, братан, гэнгстер». «Диссер?» «Нет, получается он настоящий гэнгстер». «Получается он диссер, братан». А также сказал, что это просто 8 минут пустого шума и билет на самолет к римжалет. Короче, Олегу это вообще не зашло. «8 минут. Там титры идут минуту». «Тогда 8 минут шума». «А в конце, что самое главное, реклама тура». А вот Морген остался доволен. Во-первых, он похвалил дисс и сказал, что теперь это его любимый трек от Оксимирона. И еще записал видео ответ и вызвал Окси на Версус Баттл. «Мирон, я вызываю тебя на Версус Баттл. Похуй, что он умер, мы возродим его. Ты же отец этой хуйни. Выходи. Попробуй выиграть клоуна. М? Получится?» Этот баттл с большой вероятностью может произойти. Поэтому будем следить за ситуацией. Чую, что в рэпе скоро что-то будет происходить очень интересное. Ура! И это по кайфу. Ну а насчет диса. Он крутой. Разбирать его можно было бы долго. Там очень много панчей, отсылок, приколов и так далее. Ведь Мирон обыграл и образы. Разделил все на части. Прошелся по психологии. Так что это годная ответка. Я могу сказать, что у них точно 1-1. Но если Морген реально рофлит над этим и это его стихия, то Мирон очевидно делает хайп к своему туру и пытается показать себя вот таким. Что мол я тоже могу посмеяться над собой и сделать то же самое, что и Эли Шер. Ну такое если честно. Я не верю в искренность этого. Что диск был записан реально от души ради ответа. Ну ладно, это уже субъективно мое мнение. Но мне интересно, что вы думаете про эту работу. Поэтому пишите в комментариях. Ну и конечно не забудьте подписаться на канал. Чтобы всегда оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и YouTube.